Hi everyone! С вами Eva Lorman и сегодня я покажу вам стрижку. Итак, let's go, друзья! Step 1. В нижней затылочной зоне отделяем прядь, которая у нас будет отвечать за длину. Это будет первая опорная точка и длина волос в нижней затылочной зоне 4 сантиметра, которая считается от краевой линии роста волос. Это белая линия, у меня модная расческа, на ней есть разметка и дырочки это тоже сантиметры, то есть в моем случае 4 сантиметра это 4 дырочки. Я делаю срез в этом месте, затем методом прядь за прядью стригу волосы в нижней затылочной зоне. Это длина нашей стрижки. Эта стрижка самая популярная стрижка во всех салонах красоты вместе взятых. Это короткая женская стрижка, очень сильно похожа на классику, называется она французская, но название по сути клиенты не знают, они всегда говорят пожалуйста подстригите мне сзади побольше оставьте и сделайте мне объемную макушку, а еще мне сделайте пожалуйста такие хвостики, которые наполовину будут прикрывать ухо и такие же хвостики сзади внизу. Вот какую стрижку просят наши клиенты и мы сегодня подстрижем. Step 2. Наша макушка должна быть достаточно объемной и мы отмеряем 10 сантиметров. Это вторая опорная точка. Делаем себе побольше этот участок, отмеряем 5-6 сантиметров шириной и стрижем на уровне 10 сантиметров, пока эту зону закалываем и теперь самое интересное на затылочной зоне, мы должны сделать такую впадину, то есть мы должны отмерить зону 4 сантиметра от краевой линии роста волос. Это зона А, это будет третья опорная точка и подстригаем ее на длину 3-4 сантиметра. Если волос мягкий и его немного, то можно подстричь на 3 сантиметра, если более жесткий, то на 4. Далее делаем четвертую опорную точку, которая находится в зоне мочки уха. Стрижем, обычно длина в этой зоне по мочку уха. Эти точки будут называться 4 А и 4 Б. Далее пятая опорная точка, длина челки. Эту длину мы должны, конечно, определить с клиентом. Теоретически в этой стрижке длина челки 6-7 сантиметров, а вот если клиент скажет мне пожалуйста покороче, то мы делаем как говорит нам клиент. Стрижем методом прядь за прядью, с центра вправо, с центра влево, опираясь на предыдущую длину и стрижем до точки лобной впадины. Для нас это ориентир, ширина челки. Если у клиента очень широкий лоб, то можно этот размерчик уменьшить, не доходить до лобной впадины. Итак, мы создали 5 опорных точек. Нижняя затылочная зона, макушка, длина зоны впадины, длина волос на висках и длина волос в челке. Степ 3. Начинаем работать с затылочной зоны. Мы находим третью опорную точку, которая у нас была уже сделана и стрижем горизонтальный ряд с центра вправо, с центра влево, ориентируясь на длину третьей опорной точки. Это делается для нашего удобства. Ширина этого ряда примерно полтора сантиметра. Вот он наш опорный ряд. Это верхняя точка зоны А. Далее вертикальным пробором мы с центра вправо, с центра влево соединяем первую и третью точку. Таким образом мы делаем зону А. Стрижется очень просто, потому как у нас есть ориентир. Длина внизу и длина вверху мы соединяем просто эти точки. По этой системе стрижки волосы по центру наших пальцев будут самыми короткими, а длинные волосы будут в нижней затылочной зоне. То, что нам и нужно. И даже хорошо, что внизу волосы выпадают. Пусть выпадают. Степ 4. Далее стрижем верхнюю и среднюю затылочную зону, которая у нас под названием В и С. Соединяем точки 2 и 3. Чтобы вы не путались в волосах, можно разделить затылочную зону на три равные части и начинать стричь с любой вам понравившейся. Либо с середины, либо с первой, либо с третьей. Это не имеет никакого значения. Мне, конечно, не обязательно было бы закалывать, я и так могла бы подстричь, но делаю для того, чтобы вам было удобней и понятней. Ну, я начала с первой зоны и стригу соединяю точку 2 и 3. Это очень удобно и легко. Есть ориентир и нет никакой возможности сделать ошибку, если вы видите эти две точки. В этом всегда и проблема большинства, особенно новичков, которые не понимают, что нужно обязательно ориентироваться на что-то, прежде чем стричь, особенно большую массу волос. Такой способ техника Big Step я считаю самый простой для понимания, самый логичный и судя по вашим комментариям, вы со мной согласны и мне это очень приятно, потому что приятно осознавать, что у тебя очень большое количество единомышленников, которые тебя поддерживают и это классно. В общем, мы подстригли всю затылочную зону очень быстро и точно. Step 5. Далее мы отделяем прядь в зоне Б или вторая опорная точка, где длина волос 10 сантиметров и продолжаем эту же длину к височной зоне, то есть мы движемся методом прядь за прядью и стрижем на уровне предыдущей волосы на длину 10 сантиметров. Движемся с центра вправо, с центра влево по окружности головы, то же самое сделаем и с левой стороны, но я не показываю в целях экономии вашего времени. Step 6. Далее делаем окантовку, соединяем точку 5 и точку 4а. Находим эти две точки и стрижем волосы между ними. Далее важный момент, нужно поставить вертикально расческу и подстричь зону окантовки вот таким способом. То есть тут мы стрижем желательно на расческе, потому что на пальцы неудобно брать и мы создаем такую вот картину. Окантовка в этом месте должна нам напоминать форму уха. Step 7. Работаем в теменной зоне под названием D. отделяем 5-6 сантиметров прядь и стрижем на уровне второй опорной точки или зоны B. Мы должны обязательно найти эту вторую опорную точку, оттянуть прядь под 90 градусов и подстричь на уровне второй опорной точки. Далее ищем пятую опорную точку, которая у нас подстрижена на высоту 6-7 сантиметров и стрижем также под 90 градусов эту прядь. А затем эти две длины соединяем между собой. То есть мы должны соединить длину 6-7 сантиметров с длиной 10 сантиметров. Эти две длины должны плавно перейти друг в друга в центре теменной зоны, то есть вот здесь. Это мы сейчас подстригли опорный ряд для зоны D или для теменной зоны, на которой мы сейчас будем ориентироваться. Отделяем прядь в теменной зоне в зоне D и мы видим прекрасно этот опорный ряд. Он у нас по центру. И стрижем волосы в теменной зоне на уровне этого опорного ряда. Согласитесь, супер мега удобно и не нужно переживать какую толщину рядов мы отделяем. Здесь главное ориентир на этот ряд. Степ 8. Следующий шаг мы должны соединить две зоны зона D и зона B и между ними находится зона E. То есть мы находим точки крайние в этих зонах и между ними образуется как правило треугольник. И вершину этого треугольника мы должны подстричь прямым ровным срезом. Таким образом мы соединяем две зоны. Делаем это очень большими шагами, как видите, я не миллиметрую. Вижу две точки и буквально за три-четыре среза я полностью подстригаю всю боковую зону с правой стороны и то же самое делаю с левой стороны. Эта стрижка это сплошное сведение зон с разными длинами и я вам показываю на мой взгляд самый простой способ этой стрижки в технике big step. Step 9. И это очень важный момент. Нам надо сделать такие хвостики филировочными ножницами по всей окантовке. Примерно по одному сантиметру отделяем пряди пальцами и филируем отступая от корней на сантиметр не меньше. И у нас получаются вот такие зубчики или кисточки их еще называют. В общем мы это все должны сделать по всей окружности головы, но не спешите вздохнуть, потому что это дело дорабатывается еще после сушки волос, то есть после укладки надо спросить у клиента достаточно ли острые ему зубчики или хвостики или кисточки и уже делать выводы либо оставить так, либо ищу профилировать. Далее филировка теменной зоны. Мы должны сразу определить с клиентом где у него пробор, затем отделяем от пробора прядь толщиной 1-2 сантиметра, накрываем этой прядью пробор и начинаем филировать, придаем объем нашей стрижки. Отделяем прядь 1,5 на 1,5 сантиметра, скручиваем ее в жгутик и филируем на разной высоте, начиная от 3 сантиметров. Этот метод филировки прекрасно приподнимет все волосы в теменной зоне, но у него есть противопоказания. Нельзя таким методом пользоваться, если в этой зоне у клиента мало волос. Тогда можно пользоваться таким способом, но не так часто отделять пряди жгутики, можно более реже. И еще особенность филировки методом жгутики. Филировочные ножницы на высоте от 3-4 сантиметров не смыкаются полностью, а смыкаем их на высоте от 5 сантиметров. То же самое делаем в зеркальном отражении от пробора в левую сторону. Отделяем прядь толщиной 1-2 сантиметра, накрываем пробор и филируем жгутиками волосы. С левой стороны это шикарный способ приподнять волосы в теменной и височно-боковой зонах. После этого мы делаем укладку сначала расческой бомбаж, приподнимаем волосы от корня, а затем подкручиваем волосы на расческу, которая называется брашинг металлический и какой диаметр брать, все зависит от длины волос в определенных зонах, но клиенты очень любят, чтобы знаете завиточек такой был хороший, поэтому желательно брать размер диаметра чуть-чуть меньше, чем длина волос. И вот какой итог мы получили, вот она французская короткая стрижка с хвостиками, с кисточками, самая популярная стрижка в салонах красоты. Не могу сказать, что стрижка супер простая, но если следовать этим шагам техники биг степ, я думаю, что у вас все получится. Благодарю вас всех за замечательный комментарий, большое количество вопросов, на которые я с удовольствием вам отвечаю. Надеюсь ролик был для вас полезный, bye bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Эй народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу! Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok